Всем привет дорогие друзья, с вами Яксонас и сегодня у нас продолжение фишек, те кто не видели прошлые выпуски фишек, ребятки, я в описании закреплю еще два видео, именно идут вот эти вот части, у нас идут три части от этих за неделю я их сделал и конечно же это уже крайняя часть фишек, пока что фишек уже не будет, надеюсь на ваше понимание, поставьте обязательно лайк этому видео, прошлым видосам тоже влепите лайк, если их не видели, там реально очень много интересного И сегодня что мы будем делать, сегодня мы дотестим то, что не дотестили и сегодня покажу еще немножко новеньких фишечек, которые тоже вам нужно знать, ребятки, все, в принципе все, пожелаю вам приятного просмотра, спасибо, что смотрите и поехали Итак, ребята, возвращаемся к нашим баранам, как говорили нам в школе и конечно же сейчас мы дотестим то, что у нас было не дотещено, 100% резист, а именно, да действительно 100% резиста нету, но в целом этот резист, который мы здесь набили, составляет где-то примерно около 99%, потому что вот эти герои, которые здесь у нас стоят, они здесь стоят не просто так Так, давайте посмотрим, сколько нанесет урона Лина или он, если в каждого поультит, и мы будем это замерять, смотрите, если у Лины здесь 850 урона обычного, а гоним мы брать не будем, потому что на чистом тогда будет игнорить И посмотрим, сколько же урона мы нанесем вайперу, антимагу, которого 4 левелы пассивки, просто еще тут рубик у нас и 6 пайпов Поехали, смотрите на вайпера, вайпер у нас фуловый, у него 2050 хп, у антимага 2050 хп и у хускара 2050 хп Кто-то там какой-то комментарий писал, что у них хп неровные, ты не так тестишь, все не то делаешь Я вот сюда прикреплю этот комментарий даже, вот смотрите, это наш человек, который не смотрит эти видосы Так сказать, доска почета здесь имеется Поехали, смотрите у нас, Лина ультует вайпера, у него сколько хп останется? 2010 хп у него было, еще раз сейчас ультанем 2010 хп, то есть получается у нас Лагуна покарала, если осталось 2010, на 40 хп При этих резистах на 40 хп Лагуна покарала Это жесть Окей, 10 хп сняла вайпера, поехала, антимагу 31, да? 31 28 А как, варьируется что ли? 39 Чего? А почему так плавает? 25 Смотрите, как плавает дамаг Очень непонятно 27 28 В общем, у антимага чуть-чуть как-то по-другому немного это походу работает И самый слабый у нас будет Хускар, потому что у Хускара свой родной резист Меньше, чем у других героев У этого 2010, да? Прямо у этого четко 12 Ну, видимо, как-то реген перебивается все равно Ну, то есть, посмотрите, Лина даже с Лагуны ничего не наносит Абсолютно И Леоном тут можно будет еще посмотреть У Леона урона побольше У Леона с ультимейта у нас урон составляет 1025 единиц Да и в целом, блин, да вы все равно посмотрите на это Сколько дамаги, минус итем Реф То есть, стопроцентного резиста, да, нету, как вы и говорили Типа, но и тем не менее Жестко Это очень жестко Я хочу запилить такой видос Смотрите, ну просто нету урона Я сейчас 2000 магического урона внес Они все равно фуловые Да, реген очень высокий Реген высокий с худов, с пайпов, но тем не менее Леон, ну, вон, посмотрите Ну, 2015 и 2050 Сколько там 35 урона наносит 45 урона наносит Но это невозможно То есть, все говорили там Проверь, проверь таргетным уроном Вот вам проверка, ребята, посмотрите Ну, не дамажит В целом, ребята, короче, это рабочая тема Худы пайпы собирайте и побеждайте Урона просто нет Короче, 99% резиста Все, я проверил, ребятки Поехали дальше Следующая фишка у нас посвящена Войду и, конечно же, Фениксу С помощью купола Войд не сможет поймать Феникса Феникс может заигнорить Санреем и своим дайвом Заигнорить этот купол И, конечно же, пройти через него Очень интересная тема Кстати, если раньше дайвом Феникс у нас врезался в купол То сейчас это так не работает Давайте проверять Смотрите, Войд ставит купол Вот так вот мы заходим Естественно, мы застыли Все, мы находимся в куполе Но, если вы хотите улететь И даже на вашем пути стоит купол Вы можете спокойно вот так вот дайвом пролететь Или, конечно же, попробовать сделать это через Санрей Сейчас я вам покажу Но Санрей, он закидывает вас в такой, знаете Можно сказать Вот, ну, как видите То есть, вы двигаться не можете То есть, вы как бы в куполе Но вы выходите с помощью Санрея через купол Также еще Еще есть такая приколюха Что если Феникса поднимают у нас на торнадо На всякую тему Санрей не собьется То есть, он будет пилить в одном расстоянии Но вы не сможете им, так сказать, подконтрить О чем я? Сейчас покажу Итем, иулс Смотрите, итем Иуллы То есть, если вы думаете, что Фениксу собьете Сейчас лазер Вот такой возможностью То нет, это так не работает Но вы не можете пользоваться лазером Но этот лазер работает То есть, об этом я и говорил В целом, надеюсь, эти три фишки вам пригодятся Чтобы понимать Как вы будете ловить Феникса Или как вы сможете на Фениксе уходить Или как вы сможете игнорировать этот купол Но это просто забавная тема Если честно, раньше он релью врезался А сейчас Я заметил на стриме вот недавно Что он перестал врезаться И можно, так сказать, управлять Немного подобуживать Поехали на следующие фишки Данная фишка, которую я сейчас буду, ребятки, затрагивать Это фишка для тех, кто смышленный Так как у нас Глиммер дает статус фейзов Мы сможем смело заигнорить Змеек шамана То есть, в случае Если на вас шаман поставил змей И вы такие Ой-ой-ой Мы зажаты Вы сможете зайти в Глиммер И спокойно, так сказать Откайтить их Спокойно Статусом фейзов Воспользоваться Если вдруг у вас Ну, образно, там Инвокер, да Если у вас инвиз в КД Или вы не инвокер И у вас инвиз не в КД Все равно нажимайте Глиммер И с помощью Глиммера Спокойно Игнорите этих змей Очень простенькая тема, ребятки Простенькая фишка И, так сказать Вам на заметочку Что можно Этой темой пользоваться Также еще Змеек Виномансера Вы сможете закайтить Этим Глиммером Итак, ребята Следующая фишка У нас будет посвящена Трем персонажам Андайнгу, Руфу И Пугне К сожалению, у Пугны Тут есть новая приколюха Которую я сейчас дотестил И это тоже Нужно будет знать Ребятки В чем фишка? Зомби ставит Томбу И Руф на него На эту Томбу На эту Томбу На нее, получается Кидает свои корни И Томба Очень жестко регенится На ранней стадии Это будет очень сильная комбинация Очень жесткая фишка Которая не позволит Разбивать Томбу Давайте проверим Смотрите Дазл у нас тут стоит Начинает атаковать Томбу И такой Руф Закидывает корни И Томба Смотрите Как начинает хилиться Но Есть тут еще прикол Раньше В старых версиях Доты На Томбу Можно было накидывать Декрепифай Сейчас Декрепифай Накидывать нельзя Как бы можно Но Посмотрите Дазл все равно Может ее бить Но почему-то Сбивается таргет Причем здесь Статус висит Что Декрепифай Вроде как Дается на Томбу Раньше Томбу Можно было Вот так вот Подсейвливать Тоже Декрепифаем То есть вы не могли Разбивать Томбу А сейчас Декрепифай Как бы вешается Но он просто Сбивает Таргет Вам нужно Просто перекликивать Томбу То есть Такой фишкой Вы сможете Немного Так сказать Заставить оппонентов Тоже помучиться Потому что Таргет у них Скинется Персонаж перестанет Бить Томбу И вам придется Дополнительно На эффекте Неожиданности Перекликивать То есть вы такие Бьете Бьете Раз перестал бить Блин А что за фигня То есть вы сможете С помощью Декрепифая Немного сбить Таргет С Томбы И с помощью Конечно же Корней Руфа Засейвить эту Томбу Очень годная тема Если честно Ребятки Очень реальная Хорошая фишка Которую можно тестить В обычных катках Вот так вот у нас Тема Это вся выглядит Допустим Я накидываю Декрепифай И смотрите Дазл у нас теряет Теряет Таргет И начинает Убегать просто Ну то есть Он не понимает Почему Не может он бить То есть У него просто Он может бить Ему просто Можно перенаправить А как-то Декрепифай Он просто Сбрасывает Таргет Я не понимаю Почему и как Это работает Но видимо На микро момент Дается Неуязвимость К физическим атакам И поэтому Сбрасывается Вот эта вот атака И вот такая фишка Ребятки у нас Поехали далее Итак ребята Следующая фишка У нас касается Девардинга Если вы знаете Что возможно Тут стоит вард Не обязательно Конечно же Бояться Что вы не достанете Чтобы сбить этот вард Как видите Вы можете подойти Вот сюда И даже Милишникам Попробовать Сдады вардить И если вард Стоит вот здесь С краешка Вы спокойно Сможете Милишникам Его снять При этом Вам не нужно Париться Насчет того Что вам нужно Там подсветить Вот так Чтобы покликать По карте Ребята Снимите вард Вам просто Достаточно Подойти Вот сюда В лоу граунд И постараться Сбить этот вард При этом Даже вам Чуть-чуть Дастся Здесь вижен Таких точек На карте У нас несколько Сейчас пойдем К другой точечке Работает Смотрите Тут также Можно поставить Сентрячок И как видите Вард уже Видно Вард уже Видно Вот смотрите Я подхожу И вардик Тут уже видно Почему-то Этот хай граунд Он какой-то Странненький И также Вы сможете Спокойно Ближним боем Снять этот вард Следующая точка У нас Имеется Вот здесь Вот Сейчас мы ее Тоже покажем Вот эта точка У нас имеет Такой же В принципе Такую же Специфику Вот здесь Вам достаточно Подойти Вот так вот И вы видите Уже Вард То есть Как Слоу гранда Вы видите Хг Это на самом деле Непонятно И также Этот вард Вы сможете Спокойно Разбить Вот такая Вот ребятки У нас фишка Касаемо Вардов Даже Милишники Могут находить Эти вард Достаточно Просто подходить Вот сюда И вы спокойно Видите Хай граунды Итак Друзья Следующая фишка У нас посвящена Механике игры А именно Рефрекшена Ланайки Все вы знаете Что Рефрекшен Ланайки Блочит 6 атак Каких-то Неважно Либо 6 маги Пусть это там Ультимейт Лины Или ультимейт Леона И вы все это Спокойно кайтите Смотрите Допустим Проведем Небольшой тест Вы вот так вот Юзаете Рефрекшен И Лина вас Ультует Естественно Урона вы не чувствуете Это нормальная работа Этой способности Но есть герои Которые могут Рефрекшен Сбивать чуть-чуть Быстрее Такие как Путш То есть Все ДПС Будут сбивать Рефрекшен Чуть побыстрее Но вот эти вот герои Которые у нас здесь стоят Они здесь стоят Не просто так Они будут сбивать По 2 Заряда Рефрекшена За 1 тычку Потому что Допустим Уникальный модификатор Атаки у нас тут имеется Ну либо у кого-то Не уникальный модификатор Атаки Но не суть Когда вы атакуете Вы наносите И какой-то Специальный урон И урон с руки Соответственно Сносите 2 заряда То есть Получается как Если вы На ДС-3 То вы с помощью Арканы Раз Два Три И все Дальше уже Вы будете наносить урон То есть Вместо 6 тычек Вы наносите 3 Соответственно Сносите за 1 удар По 2 рефрекшена Как это работает Вы наносите сначала Урон с арканы Потом наносите Урон с руки Соответственно Это уже 2 орба Также это будет У нас касаться Из Сайленсера Сайленсер Также это будет делать Смотрите 2 3 И все Дальше уже начнется урон Следующий герой Который у нас тут есть Это Энчантерс Энчантерс Также это будет делать Также снимает она При этом Обратите внимание Как багается Рефрекшн Как он багается Обратите внимание Сейчас мы это протестим Доскональнее Обратите внимание Как он багается Он снимает ХП Он снимает ХП Иногда И потом Возвращает Это очень странная Механика Как видите На бойнике Это тоже работает С 3 тычек Сбить 6 зарядов Давайте протестим Смотрите Очень интересная тема Если у Ланайки Будет овер Мало ХП То в теории Она сможет Даже через Рефрекшн Умереть Вы видели Что там Вот Видели Урон Нанесся Ой Да это баг Так не должно Работать Ребятки Так не должно Работать То есть у Ланайки У Ланайки Есть Возможность Умереть Под Арканами Или под Какими-то Другими Способностями Вот этих Персонажей Это очень Очень плохо Это очень плохо Смотрите Обратите внимание На ее ХП Вот что мы еще Дотестили Видели ХП скачет Это значит Что ХП Снимается Возвращаются Обратно И это плохо Соответственно Рефрекшн Ланайки Пробивается Вот этими Героями У которых Двойной Двойной урон То есть Получается Идет сначала Со способностью С уникального Модификатора Атаки И с руки И вот такая Вот у нас Ребятки Фишка Пользуйтесь Итак ребята Следующая фишка У нас посвящается Мартретке Ее Даггеру И Лотусу А также Еще Автокастом Вот этих всех Персонажей У каждого Из этого героя Есть какой-то Автокаст Тут Импетус Там Ару Тут Гиминейты Тут у нас Есть конечно же Арус Тут у нас Есть Глайвы Тут Глайвы Тут Поджигание Тут Аркана Каждый Из этих героев Сможет вернуть Свой Автокаст Свой уникальный Модификатор Атаки И нанести Урон Мартретке С помощью Лотуса Лотус Вообще Это такой Артефакт Который У нас Имеется Очень Определенным Артефактом У которого Различная Механика И сейчас Мы будем Это показывать Как это Будет У нас Работать Если У каждого Из этих Героев Будет Включен Автокаст То Мартретка Сможет Воспользоваться Так сказать В свою Сторону Этим Автокастом И себе Насолить Из-за Даггера Даггер у нас У Мартретки Как-то Прописан Очень Интересно И сейчас Я вам покажу О чем Я в целом У Дестройера У нас Включен Автокаст И есть Арбан Поехали Накидываем На себя Лотус И Мартретка Кидает В него Кинжал Кинжал Возвращается И при этом Еще Наносит Кинжал Лотус ФКД Кидается Кинжал И возвращаем Этот кинжал С дамагой Арканы Это жесть То есть Если Мартретка Попытается На лоу хп Как-то так Подраскачивать У нее Ничего Не получится В общем Вы поняли Прикол Давайте посмотрим Какие будут Эффекты Сойти героев Твинхэт У нас Дальше На очереди Кидаем Кинжал Кидаем Себе Лотуса И посмотрите Горением Возвращается Этот кинжал И причем Это Реально Очень интересная Механика Давайте еще раз Закинем Смотрите Кидается Кинжал И горением Возвращается Кинжал Обратно С лоту Сорва При этом Поджигает Даже союзника В радиусе Все отлично Работает Далее У нас тут Сайленсер Давайте кинем На сайленсер И закидываем Опа Возвращается Глэйвом Все работает Четко Очень жестко На самом деле Будет ли эта тема Работать на луну Давайте посмотрим Да Смотрите Глэйвы Возвращаются И при этом Работают Так же Как и работали Очень непонятно Если честно Механика Почему так сделано И как это работает Если честно Немного выглядит Бредово Но в целом Ребятки Можно тестировать Можно гонять В каточке И отразим ли мы Стрелу Да Стрела Хускара Также накинулась Это очень Очень жестко Не успела К сожалению Второй раз Докинуть Но реально Это прикольно Давайте попробуем С гиминейтами Как это будет выглядеть Кидается у нас лото Скидается дайгер И возвращается у нас Сивер вторую тычку отдает На таком расстоянии Серьезно Ты нормальный вообще Ну-ка давай попробуем Еще раз Вот так делаем Полетел И тычка полетела Блин Это забавно Это забавно Это бредово Но забавно Так же давайте посмотрим С Бонником Как это будет работать Бонник кидает И да Арл также возвращается Ну и крайний персонаж Которого у нас Стоит проверить Это конечно же Энчантр Будет ли от нее Работать импетус Да При этом Посмотрите Видимо Дистанция учитывает Смотрите Давайте проверим Если вот так Вот в упор И я нанесу 88 Сколько тут у нас будет 96 При этом При этом Является это Жестким контролем Посмотрите Ведь от расстояния У Энчантр Дамажит Правильно Давайте сейчас Потестим Ой-ой-ой Ой-ой-ой Самая жесткая Фишка Получается у нас Энчантр Потому что Вам нужно просто Подальше убегать И тогда Вам Будет Засчитываться Будет засчитываться Вот это Расстояние В дамаг От импетуса Это жесть То есть получается Если я сейчас Импету Скачаю 16 уровень То я почти Смогу убить Мартретку С ее же Даггера Давайте еще раз Заюзаем Оп Вот так вот И Да это же Жесть Вы просто Посмотрите на это При этом Это еще и Не максимальное Расстояние Которое Можно достичь Допустим Итем 283 Это у нас Сапоги скорости И сейчас Мы дотестимся Что Мартретка Скорее всего У нас улетит В таверну Давайте вот так вот Юзаем И полетело 495 Это жесть Сможем ли мы Сейчас С помощью Максимального МС Допустим Давайте Манту Еще сюда Запихнем Манту Минус Итем Маднес И попробуем Убежать Как можно дальше Когда накинет В нас Даггер Итак Ну что ж Давайте еще раз Проверим Сколько же мы Сможем Нанести Нажимаем Побежали Лотос Накинули И полетел Сколько 625 Сюда Жесть Вот это конечно Прикольный контроль Получается Мартретке Если Мартретка На лоу хп Кидает Да даже не на лоу хп У нее 800 хп Кидает В вас Даггер Вы просто Собираете Лотос И убиваете ее С ее же даггеров Всключенным Автокастом Это работает Как вы видите Максимально четко Максимально профитно Очень интересно Если честно Баганная фигня Давайте еще раз Так сделаем И полетел Сколько 625 Жесть 625 Но это максимальный урон Который вы можете Настись с Ампетаса И его реально достичь Вот такая ребятки Фишка Следующая фишка У нас будет посвящена Курьеру и Руфу Также вы сможете На Курьера Накинуть свой третий Спелл на Руфе И тем самым Засейвить Курьера Очень довольно таки Интересная тема И вы сможете Так просто Реально Подсейвить Курочку В случае Если Курьер У вас где-то летит И ему наносится Очень много урона То с помощью Руфа Вы сможете Немного подзасейвить Курочку Видите Когда уже Закончились корни Тогда только Курьера смогли Разбить Поэтому ребятки Пользуйтесь В случае Если вы видите Что Куру сейчас Убьют На Руфе Кидается корни Туда И все становится Огонек Следующая фишка У нас также Друзья Посвящается Курьеру Но уже другому герою Тут у нас есть Винтер В случае Если ваш Курьер Находится В какой-то жесткой Опасности Вы можете Вы захилите И еще защитите От физических атак Но не забывайте Что другие герои Такие как Акс Смогут пробить Это все И уничтожить Вашего Курьера Поэтому еще одна фишечка В копилочку Еще одна фишка Которая у нас есть С Курьером Это такая фишка Которая заставит Вас Если честно Поулыбаться Шадоу Шаман Не может поймать Курьера В сеточку Но Батрайдер С легкостью С этой темой Справляется Он спокойно ловит Курьера в сетку И может притянуть Его куда угодно При этом Это реально Очень интересная фишка И ну Позволяет на самом деле Поднапрячься Давайте проверим Сможет ли С Аганимом Батрайдер Нанести определенное количество Курьеру дамаги И уничтожить его Нет Не наносит Курьер у нас Является так сказать Персонажем Который неуязвим К магическим атакам И соответственно С Аганима Не сможет у нас Убить Курьера Батрайдер Но поймать сможет Вот такая тоже Интересная фишка Получается Следующая фишка Контроля Омника И его репела К сожалению На этих версиях карты Нельзя у нас Диспелить Омника репел С помощью первого Спела оракла Пытаемся направить Не можем Через кого-то Мы так же не можем снять Как видите Все работает Но не стоит унывать На эту тему Всегда у нас Может пригодиться Доминатор И конечно же Вот этот прекрасный сатир Этот сатир Спокойно справится Со своей поставленной задачей В случае Если у вас Нету возможности Приобрести диффуз Или Если у вас Есть уже доминатор Или сатаник Вы можете Смело пользоваться Этой фишкой Приручили сатира Подбежали Жахнули его Пуржем И все Репела нет Это такая Небольшая контра Специальная для вас Кстати для тех У кого есть вопросы А что если я возьму На оракли Сначала Напрягу на него Первый спел А потом кину репейл И первый спел Закончится И оракл Должен снять Нет Это так Также не работает Ребят К сожалению Первый спел Оракла Уже не контрит Просто были Такие разногласия Я решил это проверить Следующая фишка Друзья У нас будет касаться Любителей Или не любителей Визажа Все вы знаете Что фамильяры Это очень неприятная вещь И сейчас я вам покажу Как их легко законтрить Легко контриться Фамильяры У нас с помощью Ультимейта Разора И с помощью Третьего спела Энигмы Очень неприятно Сразу же Мне вот честно Я как игрок На визаже Который любит Тоже на визаже Поиграть Не люблю Когда против меня Разор Почему? Все вы знаете Чтобы разбить фамильяры Требуется определенное Количество тычек А именно Три тычки Образно с одного персонажа Вы должны нанести Чтобы разрушить фамильяра Но когда вы подведете Фамильяра к Разору Если у него включен То ультимейт Просто с легкостью Их уничтожит Даже не нужно Ничего нажимать У Разора Ультимейт Устроен так Что чем меньше Хитпоинтов У оппонентов Которых он бьет В радиусе определенном Тем выше Приоритетность Атаки Эй оф дешторма И соответственно Так как у фамильяров Нету совсем хитпоинтов А именно там 30 хп То приоритетность Во время вот этой вот Молнии Эй оф дешторма Очень высока Соответственно Фамильяры сразу Попадают под таргет И они рассыпаются Просто мгновенно Это если кажется Сейчас что медленно Очень бьет Ультимейт У Разора И медленно Он их сливает Этих фамильяров То это на самом деле Очень ошибочно Посмотрите Ультимейт Третьего уровня Убираем замедление И посмотрите Как быстренько Умрут фамильяры Просто мгновенно На этом выпуск Подошел к концу Спасибо всем Кто посмотрел Эти фишки Обязательно Напишите в комментариях Какие фишки Вы не знали Или может Какие-то фишки Вы хотите дополнить И я запишу Следующий видос На этот раз Я не буду просить лайки Потому что Фишек у меня Почти не осталось И нужно Подкопить немного Чтобы сделать Какой-то целостный ролик Поэтому ребятки Просто За здравие За старание Поставьте лайк На это видео Не забывайте Также смотреть Прошлые видосы Которые также Я оставлю По ссылке В описании Ребятки И не забывайте Что еще Очень много фишек Было уже На обзорах У меня на канале И соответственно Вы можете Спокойно зайти И глянуть их Ребятки Спасибо всем Что остаетесь со мной Что смотрите Мой контент И конечно же Лайкайте его Ребятки Всем хорошего настроения Кикаем магазинчики И теперь мы не сможем Закупаться Вы когда-нибудь видели Чтобы вот эти магазины Можно было убивать То есть получается Теперь закупаться Будет невозможно Посмотрите Где вы еще Такое поувидели Ребят Ну вы где Вот такое Вы увидите еще Где вы такое Увидите Где вы такое Увидите Ребятки Даже круг силу Уничтожил На этом все Друзья С вами был Ксеназус И до скорого